Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Путь со дна с прокачкой с нуля. Это день десятый. Продолжаем покорять вершины мать их. Всё по классике. Забираем в первую очередь страховку и смотрим, что там у нас в убежище. О, наварилось делов куча целая. Освещение, третий уровень готов. Фантастика. Теперь у меня лампы дневного света. Теперь всё посимпатишнее выглядит. И освещение даже... даже получше. Как-то стало приятней. Вентиляция третьего уровня тоже готова. Бабахаем. Всё, вентиляция максимальная. Теперь у нас здорово. Уже, считай, прогресс какой. Некоторые из элементов убежища уже прокачали до максимума. Две тушёнки забираем. У нас скоро уже квест откроется от терапевта. Что ещё? Санузел. Тут у меня магазин шестидесятник сварился, который мне, в принципе, не нужен. Верстак готов второго уровня. О, красота! Забираем печатные платы для квеста. Ну и аккумуляторы. Если не получится найти, а квест подъедет, то я аккумуляторы буду варить в верстаке здесь, в убежище. В принципе, по стоимости выходит примерно то же самое, если бы я купил эти пять аккумуляторов. Но зато они будут с галкой. Их можно будет сдавать по квесту и продавать на барахолке излишки. Для обогрева третьего уровня мне необходимо наварить восемь проводов. В остальном всё готово. Как раз восемь проводов можно сварить на верстаке. Ну, как раз под конец дня сегодня ещё и обогрев третьего уровня жахнем. По безопасности у нас необходимо... Так, четыре провода и целых пять объективов. Может, докупим, слушай? Остальное всё есть. Все условия остальные выполнены. Семнадцать часов. Ну, оно того стоит. Забирайте две платы. Всё, одна плата всего осталась. И можно будет поискать эту плату как раз за Дикого сходить. Либо, может быть, она мне попадётся где-то в рейдах. Я сегодня планирую походить за ЧВК на таможню. И, возможно, попадётся где-то мне одна всего печатная плата. Но если нет, то закажем варку тогда. Посмотрим, как пойдёт. Первый рейд я хочу разминочно-ознакомительный. Пощупать сегодняшний день за Дикого на развязку. Посмотрим, может быть, сейчас Дикый мне пронесёт эту печатную плату. И я смогу закрыть целый квест за счёт Дикого. Поехали. Ух ты. Ну, грех не полутаться, слушай. В Волли тогда пойдём, да? О, да. В Волли пойдём. Неподалёку есть тайничок. Один его сейчас поглядим. Чё интересного, неинтересного. Как раз послушаем, приблизительно есть там Волли движение или нет. Если нет, то пойдём. А где тайничок? А, во, пробежал. Пойду не через парадную дверь, пойду через парковку зайду. Ого, наушники. Нормально. Погнали в подвал. Вот, отсюда с подвала сейчас заскочить можно. Там уже вон Дикий стоит. Всё нормально. Значит, здесь с ЧВК никто не шатался. Ну, если только челоботы какие, опять не начнут шуршать там. Короче, цель рейда чисто одна плата печатная. Ну и полный рюкзак, конечно, лута. Я думаю, попутно это всё можно будет сделать. А чё это он тут заныкался? Кого испугался, что ли, или чё? Кто тебя обидел? Покажи, где он вместе сваливать будем. Что-то он наизменивись. Ты чего, брател? В бронежилете. Ну нет, я, если мне придётся... А вот тут друган мой бывал, точно! Хорош. Если мне в торговом зале придётся походить немножко, то я бы не хотел... ...повторять ошибки прошлые. Сигнализация включена. Возможно, там уже сидят, короче, красавцы. Пасут. Двери все нараспашку. Ладно, мы сюда, возможно, ещё вернёмся. Если сейчас нигде не найду в компьютерном... ...в офисах нигде не найду, если сейчас плату. Вернусь в торговый зал, посмотрю, там шланги, мланги. Чё-нибудь интересное на продажу, может быть, надыбаем. Чего бы и нет. Я, кстати, могу уже шланги тоже варить. Так что... ...альтернативный вариант всегда есть. Главное, деньги, короче, теперь таскай туда-сюда, и всё будет в ажуре. Ну давай, офис. Чем побалуешь? Рассказывай. Не то. Ну ясен пень сейчас уже... ...обесцениваются конденсаторы, провода, пучки вот эти. Всё это дешевле и дешевле стоит, потому что народ... Кулер заберу, наверное. Народ начал уже потихоньку крафтить сам в убежище. Начал крафтить не только для каких-то нужд личных, но и конкретно ещё и на продажу. Пацаны варят. Варят. Как могут. Нету нихрена. Ладно, не страшно. Тут ещё одна. Ещё один офис есть. Тут, походу, дверь всегда открыта. Я что-то уже в который раз замечаю, она... ...на распашку. Или я прохожу всегда, когда уже тут... Да нет, вон, центральный процессор есть. Где ты был, когда тебя не было-то? Я тебя искал. А ты когда... О, ССД. О, вот это можно будет уже продавать. Вот, пошёл процесс. Одна ячейка, 32 тысячи. Благато. Выпить, закусить, всё есть. Всё как положено. Но это дело мы употребим, когда найду печатную плату. Возможно. Тоже, что ли, никого не было? Посмотри, что-то... Никто ничего не... Ни трубки не берёт нифига. Или что? А, нет. Смотри. Кто-то тут шарился. Кек, лента. 40 тысяч стоит. Или кто-то проморгал, или кто-то вообще не был тут. Вообще никто. Ну и ладно. В Оле есть ещё компьютеры. Типа информационные стойки. Там по два компьютера. Здесь с этой стороны кассы. И с той стороны касс тоже. Сейчас тогда... Это всё дело посмотрим. И потом двинем в офисы Олли, которая ближе к парадке. Там глянем. Если ничего не будет... То придётся, наверное, на выход идти. Времени у меня немного. За дикого здесь много времени уже не даётся. Как раз осмотреть либо Олли... А, ну вот, я вспомнил. Красный таймер подъехал. Только Олли получится тогда у меня проверить. Опа-чки. А, это дикий, да? А, дикий обычный. Чё он целится-то у меня? А, вон чё он целится. Ольга-овнюк. Мастер маскировки, мать твою. Ну, ничего страшного. Мы ничего не потеряли. Правда, начало денька такое себе, если честно. Тут у меня всё готово. Страхую и иду на таможню с утречка пораньше. Буду выполнять квесты. У меня целая куча квестов на таможне. Это папка для прапорщика. Посылка для механика. Чумодан для терапевта. И ещё одна папка для лыжника. Работы по горло. Трейлерный перекрёсток. Значит, я, да. Я на заводской территории. На заводской. Сразу к профлятой папке тогда. Проклятая, потому что я как не попытаюсь её вытащить, так выгребаю там конкретно. О, навык здоровья улучшен. Нифига себе. На очень открытой местности. Блин, она тут как на ладони. Ещё и мало того, что она открытой, так она ещё и на пригорке. На ЖД. Забираем папку. Задерживаться, лутать тут ничего не буду. Я теперь, короче, уже кот учёный. Манал я эти вся лутания. Я лучше сразу пойду. Дело у меня ещё вагон и маленькая тележка. Вагон я забрал. Ещё тележка маленькая осталась. Да нет, вроде никого. Следующая остановка. Времянка. Времянка. Так, чё-то со звуком, что ли, или чё? Бывает такое, вагается звук. Наушник снял, одел. Вроде бы всё то же самое, нормально всё. Ого! Аккумулятор! Сухое горючее. Вот это я удачно зашёл. Нет-нет, спавнится здесь аккумулятор. Так что, мотайте на ус. Проверяйте. А мне же с галкой как раз нужно. Может и варить не придётся тогда аккумулятор. А то там варка обойдётся мне тысяч. В семьсот. Неплохо было бы вынести. Плохо то, что в общежитии там стрельбака это идёт. Ну, в основном в общежитии возня, если происходит, то в трёхэтажке. А мне в трёхэтажку не нужно. Я окошко там одно облюбовал, в котором можно незаметно внедриться в двухэтажку. В любом случае, торопиться не буду, короче. Начало рейда это всегда капец жопа. Так что, спокойно пока полутаемся, походим. Рукоятка какая-то. Тут же подвал целый есть. В этом подвале... Не, не цепляется. Направляшки нужно. Тут в этом подвале же спящий... Ну, как спящий? На трупе. Медицина спавнится. Там ещё ящик-сумка есть. Раз уж мы здесь. Давай попяляемся. Вот так по мелочи. Ещё он один. Нормально. Ну, лут есть. Конечно, приятно, когда ничего не тронуто. Ходить или просто пылесосить всю карту. Крышка ствольной коробки вот такая стоит, наверное, тысяч 50-60. Сейчас тоже заберу. Ну, если дешевле. Всегда сможем на автомат нацепить. Ого. Так, старая заправка. Стреляют. АГС тоже. Кто-то игрушку нашёл себе. Да он лупит. А, по общаге лупит, походу. Слышал, возьмёт на общаге и, походу, туда зажимает. О, мать твою, у меня же ключа-то и нету. Лизабел. Привык, короче, что ключ есть все. Да, ни хрена. Это чё такое? Вы чё, пацаны? Это кто-то? Ноглёш такой. Жалко, думаешь, что ли? На, лови. Э, боты это, ёпреста. Ну и ладно, как раз туда привлечём внимание. Там стреляли, там граната взорвалась. Пусть всё думают, что на заправке возня. А мы потихонечку, раз здесь не пройти, обойдём всё это дело. Да. 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 Продолжение следует... 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 чё это за персонаж там такой ой меня подвинула дверца и смотри он стране но это точно какая-то нездоровая херь он меня видит причем ладно бы двери не прогрузились текстуры так там стены пошел-ка ты в баню дружок все осталось только забрать еще одну вещь посылку на тарконе но если сейчас будет работать лодка контрабандиста то я выйду на лодке если нет то пойду в таркон загляну заберу посылку и на перекресток раз выйду ёпона мать я тебя понял братишка я тебя понял короче этот персонаж довольно мутный человек если конечно это по чесноку с отыгранный матч я могу только похлопать насчет у меня такие подозрения что это не чистая игра он прям ждал пока я под трубами начну пролазить и выстрел был как раз со стороны общежитий грязные приемчики мать твою грязные здрасте настя первый человек которого я подозреваю в этом вайпе в читерстве закрадываются какие-то подозрения в в движениях игрока лучше все-таки валить оттуда и чем быстрее тем лучше что было то прошло чё теперь слезы лить что ли возьмем ска с дополнительный магазин патронов bps на 7 62 калибра у меня куча целая сейчас мы со скс очка с ппшками выйдем жалко конечно аккумулятор не столько квестовые предметы жалко сколько аккумулятор жалко рюкзак кстати две тушенки всего осталось доварить сразу варку закажу тут ничего сверх дорогого нет зато я целый квест подготовлю уже к сдаче вот пока по рейдам буду лазить у меня тушенка сварится башка палевная давай наверное балаклаву какой-нибудь возьму я не буду наушники шлем брать иду в том что не жалко принципе слеть ничего тут у меня сверх дорогого нет все такое простенькое скс-ку только страха ну на всякие пожарные да и все чё там такое себе начало денька если честно первые дворей да и оба провальные да обидно так один челобот оказался которым я доверился а второй черт какой-то подозрительный а понятно я теперь на этой стороне заспавнился ну пойдем в таркон попробуем заберем посылку на раннем тайминге уауауауа опасно туда идти если честно но мы поглядим если тихо будет забуримся глянем чё там по посылочке о о нет я сюда не пойду вот этого товарища раз он в одинокого бегает подстрелим да это чё такой живучий слышь хорошо залетела прям куда надо какой живучий охренеть там и граната бомбанула ну может быть граната неудачно для него упала я в принципе куда хотел кидануть туда и попал так взрывы чё там возня какая-то на тарконе быстро разгребаю хаваю пацана что тут у тебя братишка все валим нахрен вот этот пустик подойдет лучше убежал чёрт не знает куда конечно но зато живее буду аптечки а я даже с собой аптечку не взял получается молодец молодец пойдет с собой домой заберем если получится выйти конечно нормальное начало нормальная посылка значит в пролете снайпер сидит надо быть поаккуратнее там или это по снайперу джебоша пошли тогда еще раз кейс заберем в двухэтажки чё скажешь братишка говорит никого не было такое себе ни каких движений ни в общежитии ни в трехэтажке ни в двухэтажке я не слышал поэтому можно будет и 110 еще посмотреть комнату что напротив там тоже сейф есть ключ кто у меня имеется от нее забираем кейс дай вазу какую нить коня дает спасибо о SSD SSD заберём а чё это я с прошлого рейда SSD組 не вытащил молодец поторопился что выйти 110 а вообще у меня набор ключей уже интересные можно ухты вкусности все по моему сейфы какие есть в общежитиях все можно будет осматривать 204 ключ есть там сейф 220 или какой дня 214 105 110 ладно поехали еще пушка да ладно богатый рейд на волыны крис надыбал кисточка еще дубль 2 забираем папку и так как стрельба на новой заправке я тогда в обход через старую пойду на заводскую дальше территорию вагону попробуем хоть часть сделать квестов туда ухты тут есть вот это зря подстрелял под ловил на перезарядке болин крыба и руку потерял успел успел ядреный корень некогда долго лечиться там дав готов хорошо там стрельба с новой заправки тут еще с блок поставы срф быстренько разберу его вот и быстренько ну ладно мы его разгребли раз уж путь очистил пойду тогда по этой же дороге обезболом отдал босс пачки хорош акробат вот и даже на старую не пришлось заходить связал путь двери открыты не очень хорошо что двери открыты возможно тут до сих пор кто-то трется пойду в подвале короче ага бегает туда подлечусь порешу чё там с патронами чё там с пушками наверное с его автоматом пойду дальше скс-ку здесь в подвале спрячу да все открыто никакой медицины я надеялся тут найти хирургический набор я его здесь уже находил кстати говоря видимо не сегодня о разобрал ты нормально он меня слушай ладно лечимся так сказать все равно застраховано она придет мне по страховке аккумулятор куртка даже открыта да даже если был аккумулятор тут побольше его нет как-то галопом галопом походу лутали а глок чем стоит приклад отдача минус 33 процента я думаю побрякушка это стоит каких-то денег заберем о тайник тоже вскрыт ясно понятно торопиться не буду мало ли сейчас на пятки начну наступать зажму в угол мне это вообще не нужно что тут у нас в цеху с газелью фонарика нет жалко на автомате мне это в принципе видно все приемлемо но потом когда как бы я там не крутил и мне придется опять крутить вертеть с яркостью потому что после выгрузки на ютаб ютабчик жестко прям хавает качество и там будут просто пятна пиксельные отверточку заберем плоскую оба мы с нее плату печатную сварим здесь на столе ключ спаунится какой правда не помню но помню что спаунится какой-то интересный ключ смотрите заглядывайте так сказать да тихо вроде пойду папку заберу в вагоне как то прям шибко тихо хоть бы боты какие повылазили у меня же бомж с полихима есть квест мне же кучу ботов надо настрелять у конкретного газель все лутано но не удивительно чего конечно лутано все что пацаны дураки что ли два компьютера мимо проходить так это кто меня хвост или это дикий блин таблетки не вовремя нет это не дикий это чувака и не один ладно стряхиваю хвост пошли отдача писец просто конечно пацаны я домой я свой к черту эту папку тогда два квеста вынесу попробую хотя бы кейс чтобы общежития больше не надо было идти 22 минуты до конца ну нормально а еще тряпочку вижу заберем кто-то лутал видимо и на тряпки места не хватило а тут черкаш у черкаша так точно боты а можно было бы поковырять его но не буду рисковать пацаны возможно за мной прям по пятам бегут поэтому каждая секунда на счету я лучше вынесу два квеста успеем еще на таракане чего нормальный рейд даже юсека подстрелил у меня же квест еще юсеков шмалять надо и жетончик забрал вообще нормально лыжника чутка порадуем пойду туда же на таможню пойду с трофейным автоматом наушники только поменяю сардины вроде бы ничего но что-то они как-то разочаровывают если честно раньше топовые наушники были а сейчас вообще невозможно в них ходить я услышал врага только когда уже метров десять до него оставалось это чё это фигня ну я понимаю что я там и дождь шел и по камушкам ходил дозаряжаемся и на таможню еще пару квестов сделаем там же еще два квеста осталось передаю вам папку компромат прапорщику один квест порошки для мороженого вишь не зря варил как вовремя как раз три у меня готово с галками готов квест еще один почтальон печкин о-о-о-о да-да-да добрый день мне правор передал что вот тут молодой человек который поможет на восстановить ко-ко-ко-ко короче надо на завод эти письмо забирать там у спящего у одного провизор сдаем кейс у-у-у-у-у-у-у-у-у ты чего терапевт нифига ну психо нула Смотри, 4 квеста сразу же мне выдало новых планов снабжения. Мне тут птички нащебетали, что ты мне дички хочешь кое-какую папочку найти и передать. Понятно. Своего рода саботаж. И лыжник сюда же внедряется, но свой сует. Прикол в том этого квеста, что папку ты вынесешь, когда можешь отдать либо терапевту, либо лыжнику. Я отдам её лыжнику, потому что у терапевта проще лояльность наковырять. Квест с тушенками. А мои тушенки как раз две там варятся, так что доздадим. Авторем, два аккумулятора. Не успел я к этому квесту подготовиться полностью, только часть предметов у меня есть. Поэтому буду варить автоаккумуляторы в схроне. Надо будет деньжат подкопить, а то что-то худовато как-то. Врачебная тайна, часть первая. Пометить автомобили скорой помощи и метиться они на локации берег. Лыжнику можем передать один жетон Юсека. Покупаю Камтакт, самые нормательные такие наушники. Видео в трофейном шлеме, с трофейным автоматом. Бронеразгрузку починили. Что ещё нужно? Всё, в принципе, медицина есть. Бейсболышно, бейсболы всё есть. А, я хотел ещё фонарик сюда присобачить. Надо направляющую купить. Чтоб по тёмным местам ходить, а то как зайдёшь, зайдёшь. Куда-то дышать не видно. Направляшку. Вот так вот. И фонарик у меня есть. Вот так вот. Пойдёт. Двину за ЧВК на таможню. О, вечернее время можно выбрать. Ништяк, ништяк. Я как раз сейчас ещё Сишку взорвать хотел сходить. Пока взорву, ещё времечко чуть пройдёт. О, огонь. Так, цель рейда у меня вынести Старкона посылку. И вынести папку всё-таки с вагона. Поехали. А нормальный такой спаун. Слушай, я недалеко от Таркона. Ну, правда, на ранних таймингах без прикрытия туда лезть. Такое себе развлечение. Похожу, короче, полутаю немножко гаражи. Послушаю, осмотрюсь. Если тихо будет, то пойду не спеша зайду в Таркон. Тем более, время вечернее. Есть вероятность, что небольшая активность будет. О, ключ от проходной у меня такого нет, по-моему. Точно нет. Проходная в общежитиях, двухэтажное общежитие. Проходная открывается, и там оружейный большой кейс. С интересностями. Говорят, там ещё ключ спаунится. Но я, правда, ни разу его не находил. Но он там, говорят, что спаунится. Плюс два ящика есть. Патронных. Патроны сейчас с одной ячейки тысяч пятьдесят можно, если хороших. Надо и больше патронов. Так, тишина вокруг. Закрытый. Закрыт офис таможни. Садоводство, часть третья. Подзадача выполнена. Это подзадача, типа, найти место где или что. Ладно, проверим сразу. Нет там или наверху кого. Ну, ящик закрытый. Это радует. Скорее всего, тут вообще никого не было. Слышал я одиночный выстрел? Да, закрытый на ключ. Судя по всему, это ВСРФ кто-то зачищал, когда перебегал. С этой стороны шмальнули и убежали. Вот она, корабуля. Хорошо, место она в рюкзаке не занимает. Можно спокойно дальше ковырять в сейфах и в других прелестных местах. Ежедневнички. О, еще ключ. Да ладно, 306 санаторий. По привычке за папкой тянусь. О, еще один ключ. Но это... По-моему, это беспонтовый вообще ключ. Блатый рейд на ключе, конечно. Молочко мы сжахнем. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. Показ, что я есть. Ну, давай мне печатную плату, пожалуйста. Чтоб мне не заморачиваться сваркой. Давай. Чего пусто-то? Давай, давай. И плата. Ах, хрен. СССР. Так, этот ежедневник. Можно забрать его, кстати. Но он стоит фигня, если что, я его так скину, в общем. Блин, для доков, кстати, планшет этот поинтереснее СИКовского контейнера, если брать не количество ячеек, а качество предметов, которые можно в него поместить. ССДшники, флешки. Флешки, по-моему, в СИК тоже сыпятся, да? Ежедневники, эти документы с разведданными. В СИКовске они, по-моему, не помещаются. Вот тебе и юморок. Правда, жетоны сюда не помещаются, да. Но это проблемы ПВПшников. И это человек нечасто рубящийся тут. Ну, по крайней мере. Пока. Ладно. Пошли на ВСРФ тогда. О! Ну, точно не послышалось. Какой-то черт носится тут. Ага, это боты. Здорово. Вон он, вон он, вон он, блядь! Я на что! Ну, чего ты? Тихо, тихо. Я тут технаря включил. Технично продвигаюсь, а он... Вон он, вон он. Еще ключ какой-то насосной станции. А, это где газаны спаунятся, да? Говорят. Открытая сумка. Пацанчика так, чисто опыт посмотреть. Ай, три тончика можно было бы забрать, но не хочу я тут рисковать на открытый, лежать прям. С той стороны, с того берега прекрасно все видно. Че, послушаем, че скажет спящий. Да можно будет в лазарет забуриться. Может быть там... Никого и не было. Хотя, если тайники вскрыты, возможно, самые вкусные места и лутонули как раз. Но мы это все проверим сейчас. Спящий говорит... О, хорош, нифига, бастиончик. Бастиончик. Отвертка, релешка. Вот, вместо папки вот этой. Жух. Так, свой сейчас скину, лак. Он у меня застрахован, так что он у меня вернется. Бастион трофейный на цепи. У него и ачей побольше прочностей, да и классом он. Туже четвертый. Здорово. Пошли в лазарет. Попялимся, че там интересного. Блин, люблю вечерние рейды. Какие они классные вообще. Спокойные в большинстве своем. Да, бывает, конечно. Все наоборот, но... Похоже, это не тот случай. Тихо, тихо внутри. А тут у нас шаром покатил. Кто-то уже выгреб. А, и дверь, по-моему, открыта, да? Ну, точно. Ясно, понятно. Кто-то по вкусным местам чисто проскочил. Может, прозевал где? Такой же, как я. Еблыни крутят налево-направо. А папку прозевал. Но нет. Повниматочнее, чем я. Ребятки попались. Картотеки. Картотеки. Так. Картотеки, по-моему, лутаны. Слушай. Пусто. Фигня это все. Кто-то лутал, видимо, уже давно. Раз картотеки не раскрыты. Визуально. Значит, на пятки никому не наступаем. Через... О, боты ходят. Через старую заправку тогда. На заводскую территорию. Продолжение следует... Через раз все лутано. Опа. Походу, я догнал негодяя. А, нет, это бот. Чики-брики, ты что тут забыл? Чики-брики. Чеши отсюда. Неудобно в этом направлении продвигаться к этому проклятому вагону. А, через... Через здание двинул. Ну, давай, не болей. Хотя можно было бы его подсечь, подстрелить. Тем более глушитель есть. Ладно, нарвется, подстрелим обязательно. Не совсем удобно с этой стороны идти, если честно, к этому вагону. Там перепрыг только в одну сторону работает. Можно через ЗБ. А, все, он пошел в ЖД туда. Круг почета наяривает. Можно через ЗБ, там, через крышу. Для этого либо обдолбиться какими-нибудь укольчиками надо, либо надо будет... Надо повнимательней быть. Кто-то тут еще кошмарит диких. Либо надо прокачивать эти все... Задрачивать навыки, которые... Сила, там, прочие прелести. О, ящик. Ящик вскрыт. Значит, я догнал негодяя. Совсем недавно кто-то тут был. Шабуршит-то-то. Странный хер какой-то. Я думал, он лежит, ждет меня. Он сто процентов услышал, как я там топнул. Он уже и бота разлетал. Как он это беззвучно все сделал? Как я это не услышал? Офигеть. Старый стал, наверное, уже. Ну, давай попялимся еще раз в цех. Ага. Это кто? Наш клиент? А вот тут, друган, мы бывал точно. Ну, ты привет ему передавай от меня. Нет, это не наш клиент. Это обычный дикий. Ладушки, попялимся цех с газелью. А, тут тоже все вынесли, да? Ну, я прям на пятки, видимо, наступал этому. Товарищ, что? Обычно тут топливо, мопливо, что-нибудь интересности, вкусности какие-то имеются. Но эту куртку никто не лутает почему-то. Неинтересно. Ага, открытый ящик. Понятно. А вот и наш клиент жахнул, видать, по тому боту, который там путешествовал. Или наоборот. Ладно, папка сама себя не вынесет. Надо по-любому пробираться к этому вагону. Как раз уже поздний тайминг. Сейчас уже скоро стемнеет. У меня есть посылка. И если еще и папку сейчас возьму, без проблем, то стопроцентно надо будет выходить. Там что попутно будет, глянем. Но без фанатизма. В принципе, мешок уже полный. Но смущает меня то, что этот гад там лазит до сих пор. Какой красивый закат ищет, а. Прям... Увидел закат в Таркове, сдохнуть можно. Красивая смена. Смена времен суток. И сверчки так... Пиликают. Лампово. Но булки расслаблять нельзя. Оба. Здорово, были Показывай, что там у тебя Это тот, у которого Адруган здесь бывал, точно Похоже на него О, вот этот тритон Мы можем уже себе позволить забрать Все сделали без шума и пыли Трусики, пропуск в трусики И тритон еще одну заберем Тритон с галкой, продать можно На Барахлянде Плюс он сейчас места еще сэкономит Сам он занимает меньше места Во, на 4 ячейки теперь Ну теперь грех не посмотреть Своё любимое помещение с сломанной крышей А, нет, все, можно ничего не смотреть, наверное Жрать Хрен, вычистили все Под ноль вообще Он вышел, тот тип, который стрелял Сейчас крайний тайничок погляжу Тайнички он не особо Вскрывал О, и этот полный Эх, я думал сейчас аккумулятор какой-нибудь Ну ладно АП патроны возьмем Не знаю, чего они стоят Нет, по-моему, что-то стоят они Ну и все Ну вкусно, вкусно Че тут грех жаловаться И хабара вынес А, да он стрелял, смотри, по плафону Поэтому Один выстрел был Здорово Хороший рейд получился Вечерний, спокойный более-менее Пару квестовых предметов Еще и лута надыбал Сам по себе потихоньку Квест для прапора делается Боты убиваются Опыт фармится Квест мутится И тушенка как раз подъехала Терапевту Додаем тушенку Так, коллеги, часть первая Найти группу направленную на санаторий Ага, понял Все, я знаю, что это за квест Это Тоже на локации берег делается Теперь нас терапевт на берег пинает Лыжнику наконец-то эту проклятую папку вынес Реагент, часть первая Все, забирай, пожалуйста И больше не приставай ко мне с этой папкой Но он должен на реагент Да, так и есть Реагент, часть вторую он мне выдает А поэтому квесту мне нужно в 220-ю комнату трехэтажного общежития на таможне Трехэтажка, жди меня Садоводство, часть третья Передаем тоже посылку Садоводство, часть четвертая Уф, с видеокартами Три штуки Надо Одна есть, еще две Кулеры Не помню, сейчас можно варить или нет кулеры Работенки для дикого полно теперь Ой, стрелок от бога Очень сложный квест Для меня, по крайней мере Трех ЧВК в голову С расстояния более 100 метров На четырех локациях Придется попотеть Все, провода сварились Добиваем Обогрев Заряжаем обогрев Через восемь часов будет третьего уровня обогрев Да, первые два рейда, конечно, не особо удачными были И казалось, что все, это не мой день А нет Переделал еще массу квестов На сегодня у меня все, всем спасибо За просмотр, надеюсь, было интересно Всем удачи, до связи До следующих выпусков До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok